Сегодня в Югре чествовали тех, кто художественным словом служит сохранению традиций и передает мудрость другим поколениям. В Государственной библиотеке прошла церемония награждения премии губернатора в области литературы. Высокой наградой удостоверились Мария Волдина за второй том собрания сочинений «За жизнь, за счастье», Еремий Айпин с собранием сочинений в пяти томах, а также Светлана Денисламова за книгу «Мое тихое счастье». Добавлю, что книга Марии Кузьминичны содержит истории о югорчанах, героях Великой Отечественной войны. Сказительница поделилась историей ее создания. В это время закрыты были все архивы, библиотеки, в общем, как и пандемия попала. И я то, что дома было, собрала и сделала, поставила вторым томом, в общем. Поэтому у меня душа болит, что весь материал ушел, военный. Там очень интересно, как раз чужие, все 30 лет искала их по всему округу и по стране, если кто-то попался, наши ушел. Работали мастера так, что никто ничего не боится, накапливает свои возможности, таланты и возможности и передает их людям. Есть система поддержки в регионе, это мы через конкурсы, ухожение грантов различных и тем самым сопровождение выхода на широкий круг тех, кто заинтересуется творчеством того или иного писателя. На той же площадке уделили внимание возможным будущим писателям, дали старт проекту «Литературные дебаты. Дети Сократа». Этот проект рассчитан на школьников и студентов от 15 до 20 лет. На участие уже заявились около 400 человек. Они будут на примерах из художественной и классической литературы рассуждать на заданную тему, делиться своим мнением, доказывать правоту, учиться выступать перед аудиторией и просто общаться. Продолжение следует...